Всем привет, друзья! Это канал Al Pacino и я сейчас нахожусь от камеры в метрах 50, ну или 40, так точно. У меня сегодня на тесте будет петличная радиосистема, которая работает по частоте 2,4 ГГц. Если вы видеограф, то этот ролик вам будет точно полезен. Хотя не только видеографом эта система будет полезна. Дальше разберемся. Я ее буду тестировать, показывать, как она работает в сравнении с другими системами. Вернее, это не система, это просто будет на камерный микрофон Rode VideoMicro и мой петличный микрофон стандартный, который я использую в паре с Zoom H1. Тут у нас есть микрофон, хотя что я уже так начинаю. Все сейчас увидите и я вам все продемонстрирую. Китайская петличная радиосистема от Kimofun за просто копейки, если сравнивать ее с другими петличными радиосистемами. Ну и с хорошей поставкой и хорошего качества. Итак, продолжаем тестировать нашу беспроводную радиопетличную систему от Kimofun. Она китайская, вообще за копейки, если сравнивать с другими системами. И что у нас идет в комплект поставки? Комплект поставки у нас очень, я вам скажу, богатенький. Все приходит вот в таком вот плотненьком чехольчике. И мы внутри видим два передатчика, которые можно закрепить на двоих людей. И один приемник, который сейчас у меня включен в камеру. И получается этот приемник словит связь с этих двух передатчиков. То есть вы, грубо говоря, можете записывать одновременно двоих людей. И этот звук будет писаться вам в камеру. Ну или интервьюировать, как многие говорят. То есть для одного интервью такая радиосистема будет очень в тему. Если в одном интервью будет участвовать одновременно двое людей. Как, например, у Дудя. Там, где они сидят и у них микрофон, звук пишется. Наверное, у них не в камеру звук пишется, но все-таки. Также я вам в конце расскажу прикольчик, который у меня случился с этой системой. И вы на фоне можете сейчас видеть какую-то помеху, звучание. Вот, все в конце расскажу. Два слова. Система мне реально понравилась. Она хорошо собрана. Что хочу отметить, также в комплекте. Идут вот такие вот микрофоны на голову. Сейчас, кстати, что я рассказываю. Давайте я сейчас включу и послушаем, как они работают, эти два микрофона. Они могут использоваться фитнес-тренерами, на пресс-конференциях, в принципе. То есть где? На радио, наверное. Где человек говорит, ну вот так. Сейчас подключу, послушайте. Вот я сейчас одел микрофон этот, что на голову одевается. Он будет использоваться, я не знаю, в каких целях. Но если вы видеограф, я думаю, вы знаете, для чего можно его использовать. Вот. Немножко неудобно крепление. Вернее, не так. Немножко маленький кабелек, я вам скажу, до этого крепления. Хотя можно, наверное, его как-то вот так сзади закрепить. И будет нормально. То есть, получается, кабель идет вам за спину. За спину. Я вижу по камере, что есть небольшие перегрузы. Хотя есть регулировочные кнопочки на передатчиках. Приемник у нас в камере, передатчик вот у меня сзади. Тут есть регулировочные кнопочки плюс-минус. Но сейчас вроде видно, я так смотрю, не сильно большие перегрузки. Система довольно качественная, хорошо собрана. И что мне реально понравилось. У нее как бы есть такой маленький закос под дорогие, наверное, радиосистемы. Там, где есть штекер микрофона, вот этого, или этого микрофона, неважно, или петличного микрофона, и на приемнике есть резьба. То есть, джек накручивается, ну, вставляется, и там есть резьба, он накручивается на нее. Вот. И получается, у вас микрофон, штекер микрофона не вытянется с приемника. Это очень хорошо. И у вас связь не потеряется. Вот. Давайте я сейчас теперь одену назад петличную систему. Даже не так. Давайте сейчас я одену микрофон Роуд Видео Микро на камеру, и мы послушаем звучание не с петличной этой радиосистемы, а с Роуд Видео Микро. Ну, и вот в данный момент у меня сейчас одет микрофон Роуд Видео Микро на камеру и подключен, соответственно, к джеку напрямую. Вот. Вы можете слышать, как идет звучание на этот микрофон, я нахожусь до микрофона где-то в метре, ну, в полтора примерно. Но этот микрофон только работает, вернее, передает голос, если вы недалеко от микрофона. Если у вас микрофон, я не знаю, наверное, максимум 2 метра от вас, он хорошо будет передавать и ловить. Также сейчас давайте послушаем звучание микрофона моего, самого стандартного петличного микрофона, сколько он стоил на Алишке, что-то 4 доллара, наверное, или 5, в пару с Зумом. Зум H1. Я всегда так делаю, я всегда записываюсь с Зум H1. Кто не понимает, Зум H1 это аудиорекордер отдельный, а сейчас звук пишется прямо в камеру. Если писать на Зум H1 и, допустим, петличный микрофон в паре с Зумом, то вам нужно потом будет сводить эти аудиодорожки. То есть, тут будет, отсюда будет отдельная аудиодорожка и с камеры будет отдельная аудиодорожка. Если же пользоваться такой радиопетличной системой или в данный момент пишется на Rode VideoMicro, тогда звук пишется сразу в камеру. Итак, смотрим Зум и петличку мою дешевую. Итак, сейчас в данный момент мы слышим, как звучит у нас дешевая петля на пару с Зумом, но и одновременно я также пишу еще и на этот аудиорекордер от Кимофон. То есть, сейчас у меня на Зум пишется отдельной аудиодорожкой, вот, а на Кимофон у меня пишется в камеру отдельной аудиодорожкой. Хочу обратить ваше внимание на габариты петличных микрофонов. Маленький этот микрофончик, это мой китайский дешевенький, не знаю сколько там он стоит, до 10 долларов так точно, там вроде 5 или 6. И вот это такой помассивнее микрофон от Кимофон. То есть, ну в принципе, смотрится он выглядит нормально. Сейчас вы слышали, как писался Зум, петличка и Зум, а теперь, вот я переключил, теперь мы слышим, как пишется на Кимофон. Опять же, в данный момент пишется все и петля на Зум и на Кимофон камера, вот, но сейчас вы слышите Кимофон. А сейчас, вот вы сейчас слышите, как работает Зум. Скажу вам, значит, такой, я не знаю, баг, минус, тут я не могу сказать точно. У меня пишется на Кимофон, вот сейчас Кимофон пишется, если я там неправильно щелкнул, пишется на Кимофон через, как бы не напрямую в камеру, а через удлинитель, который идет для записи на телефон. То есть, там в этом удлинителе три пина. Я вам сейчас, наверное, на телефоне вот подсниму и вы смотрите. Видите, у меня идет шнурок. Этот шнурок не должен в камеру вставляться, он должен вставляться в телефон. Но сигнал какой-то есть, какой-то писк, вот, если писаться вот так через этот шнурок, то писк очень слабо слышно. Если же вставить напрямую передатчик, то писк слышен громче. Вот, качество записи звука одинаковое, если, как я слушаю, как я понимаю. Ну, по крайней мере, я раньше слушал и понимал. Но вот есть такой баг, я не знаю, с чем это связано. Кстати, я втыкал напрямую к зуму, ну, радиосистему всю, багов нету. В телефон втыкал, также этого писка нету, это только в моей камере. Я не знаю, мне кажется, это связано с питанием камеры или с джеком 3,5 мм, вернее, входом. Я не могу точно вам сказать. Но на зуме, когда я втыкал напрямую в зум и на телефоне, таких помех нету. Такая помеха, это пискание только в камере. И вот, если вы ее сейчас не слышите, то давайте я вам продемонстрирую. Я сейчас втыкну напрямую приемник, вот, в камеру, и вы ее услышите получше. Вот так выглядит приемник напрямую. Когда он воткнут, он и так вообще должен работать, никаких там проводков не должно быть. Немножко неудобно, я вам скажу честно, потому что мне мешает экранчику. Было бы идеально, если бы они сделали, вот, как я использую данную ситуацию через этот проводок. Только, ну, я не знаю, вроде как бы не должно использоваться, не должен использоваться приемник через него. И вы на фоне слышите, я так понимаю, пищание, вот такой вот дефект. Если использовать таким шнурком, то пищание также есть, но оно минимальное, и оно вроде как убирается. Давайте протестируем теперь еще раз на открытой природе, ну, как бы так, для завершения. Ну, вот мы сейчас находимся в шумной среде, это у нас под мостом, петличная радиосистема от Кумафун. Я от камеры, примерно в метрах трех. Ну, вот так в метрах, не знаю, пяти, наверное, даже вот восьми, наверное, да, метра восемь от камеры. Подходим ближе, сейчас у нас дует ветер, едут, ездят сверху машины, вы можете слышать их звук. Вот, и вот я подхожу уже ближе к камере. Давайте я минутку, минутку, меньше минутки помолчу, чтобы вы услышали все шумы, которые принимает на себя петличный микрофон. Ну, и на постобработке я их, соответственно, обработаю, и вы послушаете в обработанном виде и не в обработанном виде. Если что, у нас там внизу каньон. Дует таки приличный ветер с этой части, и можно вот так слышать, как работает данная петличная радиосистема от Кумафун. Стоит она 89 долларов, 90 долларов, грубо говоря, ну, на данный момент. И, мне кажется, она таки неплохая. Это был канал Аль Пачино. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики с интересными тестами и обзорами товаров из Китая. И спасибо вам за просмотр. Также напишите в комментариях, вообще нужна вам такая вот петличная радиосистема. И, ну, если вы видеограф, я думаю, нужна. Спасибо вам за просмотр. И пока. Увидимся.